Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Сегодня у нас на обзоре достаточно простая, но в то же время интересная для меня лично моделька. Это у нас модель T 1917. Я так подозреваю, что это все-таки Ford, но видно скорее всего из-за авторских прав фирма не указывает. Первая мировая война, австралийский армейский автомобиль. Такой грузовичок фирмы ACM. Фирма, которая мне очень нравится. Масштаб 1.35, каталожный номер 35664. Если вдруг вы заходите купить такой же. Красивый бокс-арт. Автомобиль показан в какой-то пустыне. Сзади ничего нет, по бокам ничего нет. Вкрываю верхнюю коробочку. Под ней у нас бронекоробка, которая достаточно плотная и отлично защищает модельку при пересылке. И внутри у нас здесь это фотоотравление от микродизайна. Именно для этой модельки это приобреталось отдельно. Мы ее тоже посмотрим. Это так, чтобы не потерялась. Лежит в коробке. А непосредственно в коробке у нас есть инструкция и немного литников с деталями, упакованные в пакет. Начнем с инструкции, а потом уже посмотрим сами литнички. Инструкция в виде книжечки. И вот так вот она, видите, такую форму приняла. Почему? Потому что в принципе модель достаточно уже не новинка, не с пылу с жару. Но я ее покупал, как только она вышла в продажу, сразу я ее как бы приобрел. И она от нее долго лежала. И я на свою голову хранил ее так вот в вертикальном положении. Скорее всего из-за этого, вот так вот из-за времени, инструкция прогнулась. Но это все мелочи. Итак, у нас первая страничка. Снова наш автомобильчик. На двух языках. Краткая историческая справка. Читать все не буду, из которой ясно, что тут армейский автомобиль Австралии. Казалось бы, Австралия принимал участие в боях в Египте и в Палестине. Вот черти куда вот он заехал. Ну и такие небольшие характеристики. Что у нас тут самое интересное? Максимальная скорость 70 км в час. Ну, кстати, не так уж и плохо. Говорят, именно эта машина сделала для всего мира автомобиль вещью привычной и обыденной. Знакомьтесь, Форд Т. Его начали выпускать с октября 1908 года в Америке. Основателем компании был человек уникальных способностей, полный противоречий Генри Форд. Конструктором модели Т был Генри Уиллс. А применить конвейер предложил в 1913 году конструктор Эверли, видевший, как с его помощью собирают олдсмобили. Модель Т была технологично в производстве, проста и надежна. Все агрегаты крепятся к очень прочной и гибкой раме из ванадиевой стали. У автомобиля очень простой деревянно-металлический открытый кузов. Конечно, у него есть мягкий убирающийся верх, но это слабое утешение в такую погоду, как сегодня. Эта дыра в полу своего рода отопитель. Через нее поступает теплый воздух от мотора. Ветровое стекло тут подвижное. У водителя нет своей двери. Он забирается через пассажирскую. Из прибора Форду полагается только амперметр, но тут еще и опционный спидометр. Шины узкие, почти велосипедные. Кстати, меняются они прямо на автомобиле. Колеса при этом снимать не надо. Двигатель изначально изготавливался на заводе братьев Dodge. Он гениален в своей простоте. Нижнеклапанный четырехцилиндровый объемом 2896 кубических сантиметров. Мощностью 22,5 лошадиные силы при 1800 оборотах в минуту. Степень сжатия 4,5. Зажигание тут двойное. От аккумулятора и магнета одновременно. Охлаждение термосифонное. Вода циркулирует за счет разности температур. Расход бензина 11 литров. Он поступал с самотеком из бака, находившегося под сидением. Кстати, здесь есть очень интересная опция. Поднимающийся руль для облегчения посадки упитанных водителей. Вот этот правый рычажок-поводок под рулем ручка газа, а левое опережение зажигания. А еще тут нет сцепления. Двухступенчатая планетарная коробка передач управляется двумя педалями. Чтобы перевести трансмиссию из нейтрального положения, надо опустить рычаг ручного тормоза, удерживая левую педаль в среднем положении. Затем, нажав ее в пол, включить пониженную передачу. Чтобы перейти на повышенную, нужно плавно ее отпустить. Клаксон механический. Послушайте, как он крякает. В конце у нас идут условные обозначения и используемые краски, рекомендуемые. То есть у нас здесь получается 11 цветов под краски «ревел» и краски «тами» расписаны. Ну и по традиции переведенный на русский язык. И каждый может подобрать нужный цвет нужного ему производителя. Дальше. О, дальше. У нас встречает декалька, которая тоже немножечко погнулась. Я думаю, что, наверное, не повлияет на ее качество. А там посмотрим. Итак, у нас здесь несколько номеров, несколько логотипов в виде какого-то деревца, кенгурушки и треугольники. И какие-то еще цифры 66. Что они значат? Я не знаю. Какая небольшая маленькая декалька. И вернемся к нашей инструкции. Как видите, первая страница – это у нас расположение деталей на литниках. Как видим, литников всего два. А, Б, С – это стекло. Мы его считать не будем. И сразу бросается в глаза куча красных пометок. Это те детали, которые в данном наборе не используются. Поэтому их и так как бы не совсем много. А на самом деле будет еще меньше. Дальше у нас идет непосредственно сборка. Начинается с двигателя. Двигатель достаточно проработан как для модели в 35-м масштабе. Тем более, судя по картинкам, его видно не будет. Дальше собирается рама, радиатор, какой-то бак. Непонятно пока какой. Выхлопная труба, элементы трансмиссии. Все это соединяется. Как видите, инструкция очень подробная. Бумаги не пожалели. Каждый этап буквально 2-3-4 детальки, что очень упрощает сборку. И сборка становится достаточно понятной даже для молодых, неискушенных моделистов. Колесики. Собирается борт. Собирается борт. Ставится борт на место. Собирается кабина. Кабина-капот, руль. Все достаточно понятно. Опять продолжается кабина. То есть у нас была здесь получается как бы большая внутренняя часть. А это уже как бы наружная. И все это комплектуется воедино. Навешивается все оборудование. Запасное колесо. Какие-то ящички. Какие-то фары. Короче, вся мелочевочка цепляется в конце концов на машину. И по итоге получается что-то типа вот такого прекрасного автомобильчика. И последняя страничка. Это у нас цветная инструкция. Схема окраски. Здесь у нас два варианта. По краске я так смотрю, что разницы так сразу на вскидку я и не вижу. То есть красится все одинаково. Единственное, что у разных вариантов разные декали. Первый это у нас Палестина, 18-й год. И второй вариант это тоже Палестина, но уже район Мертвого моря. Тоже 1918-й год. Так, ну и литники. Значит, самый большой литник. Что у нас? Ворсается в глаза рама. Сделана практически отлита одной деталькой. Это очень радует. Это нам дает что? Это нам дает то, что перекоса колес не будет. Колеса в воздухе висит не будет. Должно быть все красиво, хорошо. Вверх, задняя часть. Борта, я так понимаю, двери. То есть это все у нас кузов и вот радиатор. Ну, как сами видите, деталей немного. Облоя нет. Все на первый взгляд прекрасно. Я так подозреваю, даже не собирая этот набор. Я так думаю, что неопытным начинающим моделистам лучшего как бы и не надо. Достаточно приятная моделька. Быстро соберется, скорее всего. И я не думаю, что она доставит каких-либо хлопот и проблем. Второй литник поменьше. Это у нас уже ходовая. Здесь двигатель, ходовая колеса. Руль, да, все, что мы видим. Спицы все пролиты. Облоя нет. То есть как бы все видимые такие детальки, которые нам будут бросаться в глаза. Отлиты качественно, без каких-либо перекосов. Очень какие-то мелкие, хрупкие детальки. Посмотрим, как они будут отделяться. Потому что все понимают, что отделение мелких деталей, это самое такое стрёмное, не стрёмное. Момент такой тонкий. Ладно, это мы посмотрим во время сборки. И последний литничок со стеклышками. Здесь фары. И раз, два, три, четыре, пять. Пять стекол. Но доставать не буду. Они в отдельном пакетике. Честно говоря, я никогда не заморачиваюсь там с прозрачностью, еще с чем-то таким. Есть они, слава богу, все равно. Они у меня, как всегда, по традиции залапаются к концу сборки. Очень редко получается приклеить стекла нормально, без всяких осяков. Но я стараюсь к этому. Идем. Ну и последнее. Ну и последнее, что покажу. Это фотоотравление от микродизайна. С этим фотоотравлением, я думаю, что будет все немножко красивее. У нас на первой страничке здесь сама машинка. Наш форт Т. Схема фотоотравления. Будет шаблон для накатки. Что за накатка, не знаю, что посмотрим. Итак, у нас на такой отдельной картоночке приклеена скотчем одна платка фотоотравления. На ней достаточно много деталек. Пока тяжело разобрать, что куда. Но я надеюсь, инструкция нам в этом поможет. Затем, я так подозреваю, это у нас решетка радиатора и еще что-то такое. Это шаблон для накатки. Пока непонятно, что за накатка. И в конце это лилитые, так подозреваю. Пары и еще какие-то элементы. Посмотрим, я с таким сейчас я не сталкивался. С таким литьем. Так, ну и сама инструкция. Так, что нам показывает инструкция, что мы здесь можем улучшить. Радиатор, да, решетка радиатора, причем с двух сторон, я так понимаю. Крыльчатка вентилятора. Можно будет сделать открывающуюся створку. Двигатель, двигатель можно будет сделать. Видимо, интересная мысль. Подножки, педали на руль. Лепестки. Дальше идут какие-то украшалочки. Борта идут. Это у нас тут скатка какая-то. Ремешки на скатку. Дальше какой-то замочек. Это аккумуляторная батарея, если я правильно понимаю, на нее. Клемы. И также можно сделать, я так понимаю, откидным задний борт. Куча всяких вот прибамбасиков на задний борт. Здесь что? Оно это элементы. Элементы крыльчатки, элементы замка. Это у нас элемент, как закрыть ремешки. И внешний вид, получается, передок. Это у нас здесь эти фары, которые из литья. То есть, в принципе, интересная такая задумочка по поводу открытого капота и по поводу заднего борта. Можно подумать, благодаря фирме Микродизайн, машинку можно улучшить, сделать красивее. Вот. Ну и, наверное, все. На этом обзорчик мы закончим. Думаю, что проблем модель не доставит. А наоборот, принесет только удовольствие. Вот. Поэтому давайте, наверное, попрощаться. Пожелайте мне удачи. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Если есть что сказать, пишите в комментариях. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok